Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нас Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Здравствуйте. Добрый день. Начнем со скандалов, Михаил Геннадьевич. Без них никак, и это правда болезненная история. Летом вся страна переживала, обсуждала потрясающий закон, инициативу «Единой России» о том, чтобы на фронте запретить использование каких-либо гаджетов. После того, как закон был принят, учитывая общественное возмущение... А следующий же день, подчеркну. Это уникальный случай, когда закон приняли в трех чтениях в один день, причем заведомо безумный. Кстати, «Справедливая Россия» была единственной, кто была принципиально против последователя. В один день ее приняли, в отсутствие Володина. В другой день, товарищ Володин вернулся из международной командировки, и все от Катина. Вернее, он был возвращен, к нему были приняты поправки, которые должны были нейтрализовать его негативные эффекты. Прошло два месяца, но, судя по всему, выводов сделано не было, потому что сейчас заблокировали дискорд, что называется, без предупреждений, а им тоже активно пользовались наши военнослужащие, как выясняется. При этом ряд экспертов, типа депутата Хинштейна, представители Роскомнадзора, говорят, ну это же вражеский ресурс, как вы могли пользоваться на фронте, если он прозрачен для американцев? Не учитывая, что все мобильные телефоны, что Android, что Apple, абсолютно прозрачно для американцев будет у них такое желание. Но это проблема экономической и технологической колонии, потому что если вы уничтожаете свою экономику, если вы уничтожаете свои технологии и делаете это сильно больше третьего века, ну третьего века как минимум, но в результате вы оказываетесь в ситуации, когда вы не можете создать ничего своего. Можно посмотреть, как создается альтернатива YouTube. YouTube это более, так сказать, долгая история, чем Discord, но тоже, да, потому что YouTube это очень просто, это обычный видеохостинг, который могут делать огромное количество команд и программистов, и здесь нет никаких проблем, интегрированный с либо поисковиком, либо большой социальной сетью для того, чтобы алгоритмы могли вас узнавать по вашим запросам и предлагать вам именно то, что вам нужно. Это просто. Это понятно. Мы видим, что у нас есть две площадки, которые могут это создать. Это может сделать Яндекс, поисковик. Правда, не факт, что он российский, даже после разделения. Это может сделать ВКонтакте как массовая сеть. Это, кстати, могут сделать одноклассники как все еще, все еще массовая сеть. Да, в одноклассниках этой попытки мы не видим. Мы видим эту попытку ВКонтакте, которой вообще непонятно что. Мы видим эту попытку в Дзене, когда все просто воют от безумной перегрузки рекламы, намного больше, чем в Ютьюбе. Мы видим титанические усилия реанимировать Рутюб, где, судя по всему, нужно просто заново переписывать весь движок и начинать все заново. Но это тоже невеликая проблема, на самом деле. За два с половиной года запросто. Нет, за два с половиной года это можно было сделать, конечно. Вместо этого мы видим, судя по всему, попытки вливать туда бесконечное количество денег и вопли, а почему вы еще не на этом кладбище? При этом я напоминаю, что помимо того, что это мертвое пространство, Рутюб еще принципиально выступает против полноценных налоговых платежей в Российскую Федерацию. Потому что вы должны быть или ИП, или самозанятым. Если вы хотите платить не 6% и не 4%, а 13%, Рутюб вам запрещает монетизацию принципиально. При этом это более русофобская площадка по своей цензуре, чем Ютьюб. То есть те патриотические ролики, на которые Ютьюб не обращает внимания, на Рутюбе банятся. А слава богу, пока не банятся аккаунты, вероятность есть с тем, что кроме комедиклаб и чего-то еще, там смотреть особо и нечем. Там даже поисковиков нормального до сих пор не сделали. Я, честно сказать, последние два года туда плохо не заходил. Рутюб сам везет мой канал. Да, надо дать ему должное. Но все равно там все мизерно. Это мертвая площадка абсолютно. Не поддается оживлению. И за долгие-долгие годы, потому что началось это все в 2014 году, а не в 2022-м, разговор о том, что нужно иметь свое, не сделано примерно ничего. Может быть, Дуров сделает под контролем французских... Сейчас Телеграм объявил, что они объявили конкурс. И, значит, под контролем французских спецслужб это, значит, будет работать. Но все равно будет работать под контролем французских спецслужб. Потому что Дуров сделал в контакте. У него, как я понимаю, его отобрали, господа олигархи. И он предпочел французскую тюрьму российскую. В французскую тюрьму мы его, между прочим, выпустили. Российская, думаю, он бы сидел. В предвыборной гонке Камала Харрис и Джо Байден нашли повод покритиковать Трампа. Да кто бы мог подумать? Скандал поднялся большой на фоне того, что Трамп отправил в Россию, лично Путину, несколько наборов для тестирования на коронавирус. Трамп сказал, что он никому ничего не отправлял. И вообще отстаньте от меня, у меня тут другие дела. Товарищ Песков подтвердил, что Трамп, находясь в должности президента, направлял в Москву устройство для тестирования ковид. Цитата. Мы тоже посылали в США оборудование в начале пандемии, а он нам посылал. Ну, то есть, у Трампа там с Байденом и Харрис заруба. Песков говорит, а мы вот подтверждаем, что Трамп врёт. Подождите. Во-первых, я не буду цитировать, что говорил Владимир Владимирович Путин про Дмитрия и Забуду учиться Пескова. Ну, нет, а почему? Владимир Владимирович надо цитировать. Он говорит, пургу несёт. Ну, в общем, нет. По-моему, смысл такой, что никто не знает, что он говорит, а он просто несёт пургу. Это первое. В этом отношении я с уважением отношусь к обоим персонажам и доверяю их словам абсолютно. Второе. Второе. По-моему, товарищ Путин объяснил, что нам в Америке нужна Камала Харрис. Может быть, я что-то путаю. Но я считаю, что нам в Америке нужна Харрис, а не Трамп. Потому что Трамп будет делать Америку снова великой. И на этом пути он успеха не достигнет, но он сможет достичь некоторых позитивных результатов. При этом, если Трамп победит, то его через довольно быстрое время его должны убить. И вот его вице-президент, он вполне нормальный, внятный управленец. Это человек, который выражает будущее мира, союз цифрового капитала и капитал реального сектора. Он отражает это своей биографией, а не своими какими-то вкусовыми предпочтениями. Поэтому это будет довольно эффективно руководить. А зачем нам в Америке эффективно руководить? Госпожа Харрис, она эффективно работоргуется. На самом деле. Госпожа Харрис прославилась, что когда она была прокурором Калифорнии, главным прокурором Калифорнии, по-моему, называется даже генеральным прокурором, там проблема. У Америки очень большой блок, частные тюрьмы, откуда людей не выпускают, потому что они там работают и прибыль приносят. И в этих частных тюрьмах вечная проблема, как получить работящих заключенных. Потому что, скажем, в Калифорнии очень много заключенных наркоматов. Очень много заключенных с разрушенной психикой. Ну, в Калифорнии, чего вы хотите. Демократические штаты. И она смогла наладить канал поставок именно работящих заключенных. Причем так получилось, что эти заключенные были там, я не помню уже, мексиканцами, латиноамериканцами или неграми, ну, в нашем языке это не является оскорблением, потому что у нас не было колонии и так далее. То есть, это ее ахиллесовая пята. Ей это периодически припоминают. Естественно, публично об этом говорить запрещено, потому что запрещено, потому что власть у демократов. Но в подкорочке у этого все сидит. И выбор между эффективным управленцем национального уровня и эффективным работорговцем для Америки нужен Трамп, России в Америке нужна Камала Хайс. Поэтому, если Песков вдруг решил подыграть с Камалей Хайс, ну, а почему? Почему бы и нет? Тем более, что отправлял, скорее всего, не Трампа, отправлял, скорее всего, профильное ведомство. И у нас, скорее всего, отправлял не лично Путин, а как можно понять из слов Пескова, тоже отправлял Минздрав. То есть, даже Трамп не соврал, скорее всего. Вот. Ну, и все нормально. Обмен любезности государства. То есть, ждем, пока Америку настигнет тот самый кризис и обвал. Джо Байден отказался выделять больше ресурсов пострадавшим от урагана Хелен Американск. Они в республикации. Но он заявил неделю назад о помощи Украине на 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Значит, пожалуйста, поймите, что Америка – это страна, которая создавалась бизнесом и для бизнеса. Люди в Америке – это в прямом смысле слова расходный материал для бизнеса. Ну, примерно как у нас люди на войне. А у нас люди – расходный материал для феодализма. Это немножко другое. Потому что при капитализме к людям относятся более рачительно, чем к феодализму. Причем при феодализме. Тем более блатном. Но все равно без всяких сантиментов. У нас это, на самом деле, по-другому. У нас-то, поскольку до сих пор значительная часть государственной машины работают в режиме грабежа советского наследства. Во-первых, людей начали… В силу завершенности советского наследства людей начали непосредственно перерабатывать в личные богатства. А во-вторых, когда вы строите, каждый человек – это ценность. Потому что он работает вместе с вами над будущим. Поэтому ни минуты, ни гуманисты вроде Сталина обеспечивали увеличение численности населения страны. И создавали очень мощную систему социальной поддержки. Повторюсь, ни минуты, ни гуманисты. Просто задача была созидания. Когда же вы воруете, любой человек из центра прибыли мгновенно превращается в центр убытка. Он становится лишним. Его нужно утилизировать просто, чтобы снизить издержки. Снизить расходы. Мы видим всю государственную политику, направленную на разрушение человеческого сознания. Это реформа образования. И это, так сказать, форма пропаганды. На разрушение человеческого здоровья. И на ликвидацию людей, которые бедны. И так далее. Но в Америке никаких сантиметров. В Америке бизнес есть бизнес. И совершенно разные подходы. Помощь людям, которые остались безо всего в ходе урагана – это социалка. Это издержки. Это расходы. А финансирование Украины – это инвестиции в сверхприбыльный бизнес. Потому что расход – это тоже бизнес. Ростов-американская помощь на Украине – это прекрасный бизнес, в котором участвуют, по крайней мере, родственники также Байдена, как мы понимаем. Поэтому это разные подходы. А Байден совершенно разумно в коммерческой логике. Говорит, мы не будем заниматься расходами, тратами. Мы будем заниматься инвестициями. Для нас это непривычно. Потому что бухгалтера, которые управляют российской экономикой, не только экономикой, они про инвестиции никогда не слышали и не подозревали. И, в принципе, не знают, что государство может вкладывать деньги так, чтобы эти деньги поносили эффекты. Этим занимается условный Камьер, этим занимается некоторое количество его окружения. Но в Минфине я про это не слышал, как я понимаю. Судя по их еще и новому бюджету, который они сверстали. Прости, господи. Михаил Игоревич, у нас курс доллара взлетел выше сотни рублей в моменте на бирже Форекс. Сейчас котировки в районе 97 рублей за доллар. Значит, в моменте, на это обращать внимание не надо. Когда у нас был средний курс 92, он до 97 долетал. Вниз, правда, почему-то аналогично не пролетает. Но сейчас повышается интернет. Потому что когда у вас вы можете вложить деньги по 20% годовых, соответственно, вкладывание этих денег в развитие не имеет смысла. В принципе, не имеет смысла. Поэтому статистика по инвестициям у нас сейчас красивая за счет того, что крупные корпорации продолжают и завершают ранее начатые инвестиционные проекты. Новых инвестиционных проектов они не начинают. Статистика красивая, потому что инвестиционные проекты продолжаются, и какой-то момент закончится. И статистика инвестиций закончится вместе с ними. Но, когда вы деньги не можете потратить никак, потому что вы их кладете на депозит в банке, на этом развитие экономики начинает тормозиться. Единственный способ ее уживить – это девальвация. Это с одной стороны. С другой стороны, что такое повышение процентной ставки? Сейчас, значит, последняя новость в телеге. Но и Берлина хочет повысить процентную ставку до 22%. И только благодаря титаническим усилиям Орешкина и всей администрации президента, может быть, удастся заставить ее повысить процентную ставку до 20% или даже до 19,5%. Потому что Блумберг уже все сказал, что будет к концу года 2022. Понятно, что Берлина Блумберга не ослушается. Я понимаю, что Блумберг – это издание, которое сообщило первичные, основные параметры бюджета, сколько я могу судить, в тот момент, когда бюджет еще не был представлен в правительстве. То ли они ближе к разработчикам бюджета, чем в правительстве Российской Федерации. Неважно, или в России разрабатывается, или за ее пределами, как в 90-е. Плюс к этому бюджету нужны дополнительные деньги. Тоже девальвация нужна со стороны Минфинга. Так что в этой ситуации рубль будет слабее. Я про это говорю очень и очень долго. Потому что когда процентная ставка повышается, что происходит? В экономике, где избыток денег, понятно, что это дело к укреплению национальной валюты. Потому что деньги убираются с валютного рынка. В нашей экономике, где денежный гол, где монетизация 53% вместо 100%, реакция строго противоположная. И инфляция разгоняется из-за дороговизна кредита и паники монополистов. И рубль слабее. Почему? Потому что вот вы бизнесмен, вы планируете инвестиционный проект. У вас 75%, грубо говоря, вы деньги собрали сами, со своими партнерами. А 25% вам нужно взять кредит. Вышается процентная ставка, и кредит, который вы могли взять при прошлой процентной ставке, при новой процентной ставке взять уже не можете. Что вы делаете с 75% процентами, которые у вас лежат без движения, которые как бы лишились своего целевого предназначения? Вы их направляете на покупку валют. Валютный рынок сыплется. Все. Это азбука. Мы по этому кругу уже при набиурной проходили раза три. Сейчас идем в четвертый раз. Ну, потому что набиурная не способна оценить свою собственную действенность, или наоборот является диверсантом. Это проблема тех, кто ее назначает. А мы должны понимать, что набиурная – это девальвация, как я говорил, в 13-м году. Почему? Набиурная – это стерилизация и девальвация. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное – не то, что сказано в нем, а то, что будет сказано в моем канале на Телеге и в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них. Субтитры создавал DimaTorzok